Добрый вечер, друзья! Что-то мне захотелось сегодня снять свой ужин. Типа я же заявила, что я нарушаю, ещё как нарушаю, кстати, правильное питание. Да, у меня переборы жутчайшие. Как потом буду с этими переборами бороться, даже сама не понимаю. Ну, как бы, у меня даже мыслей нету. Но вот сейчас я вам покажу, что я готовлю на сегодняшний ужин. Вот вы любите макароны? Макароны! Я, если честно, макароны люблю, люблю, но я не люблю их вот в таком виде. И, если честно, я была бы счастлива, если бы мне нравились макароны, ну, допустим, с сыром, да? Вот там приспичила, съел порцию макаронов с сыром и живи себе дальше, да? Но у меня такого нет. Мне почему-то макароны надо обязательно замутить каким-то образом. Я не называю это пастой, хотя можно. Почему нет? Почему не назвать это пастой по-домашнему, да? Пастой а-ля хаос. Я не знаю. Как правило, я делаю большую луковицу, немножко чеснока для такого аромата, да? Вот. Как правило, шампиньоны. Вот знаете, почему-то я все время говорю, больше я не буду добавлять к макаронам шампиньоны. Но когда я собираюсь приготовить макароны, в данном случае вот спагетти у меня, то у меня обязательно все равно идут шампиньоны. И помидорка. Еще будут сливки. Но, как видите, я все-таки придерживаюсь своего правильного питания, низкокалорийного, неправильного. И сливки у меня десятипроцентные. То есть вот я обжарила лук, чеснок, грибы. Грибы у меня, кстати, здесь очень немалое количество. Просто я их как бы даже не выжарила, а вытушила, что они такими стали, ну, как бы, не особо, да? Вот, крупными. Грибов было 150 граммов. Помидорка 100 граммов. Лук крупный 150 граммов. И чесночок 10 граммов. Вареные помидоры, ой, помидоры. Вареные спагетти 400 граммов. И две упаковки сливок тоже 400 граммов. Если будет очень сухо, то я еще добавлю молока. Молоко у меня всегда 2,5% жирности. Итак, разогреваю свой соус. Добавляю сливки. Только в таком виде я люблю макароны. К сожалению, вот, в банальном состоянии, там, просто макароны с маслом или макароны с маслом и сыром. Ну, как-то меня не впечатляют. Я их не хочу. А вот в таком усложненном варианте я с удовольствием их кушаю. Добавляем мои 400 граммов спагетти. Господи, да чего ж это тяжелое. Боже мой! Гигантомания моя! Все это вместе прогреваем. Давай, 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 перемешивайся. Сейчас все это прогреется. Добавим креветки. У меня здесь креветок 150 граммов. Ой, кстати, замучилась очищать от задней вот этой вот, как это сказать, культурно-то, какашечной струны. И смотрела я, когда лежала, болела, я смотрела владивостокских блогеров, которые лодят вот такими живыми их на своем океане, на своем побережье. И кушают тут же живыми, очистив от панциря. И они утверждают, что в их креветках нет вот этой вот задней кишки, да, которая есть у наших креветок. Почему? А куда надевается вот эта вот задняя кишка у их креветок? Вообще не понимаю. Ну, то есть это какая-то что-то из области фантастики. Вот я все смешала, сейчас у меня прогреется. Я проверю на соль, добавлю какие-нибудь специи, вам скажу, что добавила. И добавлю креветки. Ну вот, только в таком варианте моя душенька воспринимает макароны. Кстати, я пробовала неоднократно готовить такие макароны с курицей. Мне абсолютно не понравилось. Кстати, вот это вот, что я положила, это уже 200 граммов. Так что сами понимаете, да? Что нарушение идет даже не из-за калорий. Ну, давайте уже до 400 догоним. А вот и 400. И сейчас я вам расскажу, сколько же калорий приходится на эту порцию и почему я называю это все нарушением. Кстати, из специй я не добавляла ничего, кроме вот этой универсальной приправы, про которую я вам все время говорю, что она без глутамата. Это просто соль с сушеными овощами. Это тарелка, на которой я очень часто подаю свои ПП блюда. То есть вот здесь вот у меня очень даже небольшая порция, но она весит целых 400 граммов, потому что любое мучное блюдо очень много весит. И вот считаем, на 100 граммов такого блюда полностью все посчитала. И с чесноком, в общем, все-все-все абсолютно до мелочей. 100 граммов это 167 килокалорий. Белки 7, жиры 5, углеводы 23. И тут особо делить на углеводы и клетчатку нечего. Да, клетчатка есть благодаря луку и благодаря шампиньонам. Остальное все углеводы. Белки благодаря креветкам. Ну и сами понимаете, здесь у меня 400 граммов. Все, друзья, я пошла нарушать. Всем приятного аппетита!